Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Бюджет республики будет носить ярко выраженную социальную направленность. Основные направления бюджетной политики были озвучены на совещании. Осторожно, железнодорожный переезд в Черкесске прошла профилактическая акция на укрепление дорожной дисциплины. Медицинское оборудование отделению реанимации. Сотрудники следственного управления посетили детскую многопрофильную больницу. Мир искусства детям. В картинной галерее открылась выставка творческих работ учащихся детских художественных школ с ограниченными возможностями здоровья. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Емрезов провел совещание по планированию республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как и в предыдущие годы, бюджет республики будет носить ярко выраженную социальную направленность. Более чем 70% расходов будут направлены на выполнение социальных обязательств. Это позволит предоставлять различные региональные меры социальной поддержки. Речь идет как о поддержке семьи и детей, так и о региональных мерах поддержки для наших бойцов, участников специальной военной операции и членов их семей. Также обсудили расходы республиканского бюджета на реализацию мероприятий и нацпроектов в следующем году. В центре внимания остается развитие сельских территорий, работа над улучшением водоснабжения, качество автомобильных дорог, благоустройство населенных пунктов. Внимание, переезд под таким названием в Черкесске состоялась профилактическая акция по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Она прошла на железнодорожных переездах города. Как себя вести в случае ДТП и что нельзя делать на железнодорожных переездах, расскажет Альбина Ламкова. Если во время движения поезда на железнодорожных путях будут находиться люди, то шанс выжить сводится к нулю даже при экстренном торможении. Состав мчится на скорости более 140 км в час. В этот момент недопустимо надеяться на удачу, поэтому необходимо хорошо подумать перед тем, как переходить через железную дорогу. Это, конечно, нарушение правил. Лучше пересекать в специально отведенных для этого местах, при этом соблюдая ПДТ. В Черкесске два железнодорожных переезда. И здесь всегда интенсивный транспортный поток. Железнодорожный переезд оснащен тремя видами защиты. Это шлагбаум-плиты, которые поднимаются из автодорожного полотна и противоторанное устройство, опускаясь вертикально и перекрывая железнодорожный переезд полностью. То есть блокируя подъезд со стороны автодороги. Но, тем не менее, есть те, кто успевает проскочить, нарушая правила дорожного движения, говорит дежурный по переезду Николай Оплачко. В его обязанности входит предотвратить катастрофу. Если машина застревает на путях, он должен вовремя передать сигнал машинисту приближающегося поезда. К профилактической акции сотрудников железной дороги и ГИБДД «Внимание! Переезд» Водители относятся положительно. Несмотря на то, что правила всем известны, о них все же приходится регулярно напоминать. С помощью наглядной агитации, памяток и бесед участникам дорожного движения еще раз напомнили, как необходима внимательность при пересечении железнодорожного полотна. К сожалению, статистика ДТП с каждым годом неуклонно растет. Такие цифры складываются из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителями, отметил сотрудник железной дороги. Нарушение правил может привести не только к вашей гибели, а также к массовой гибели пассажиров в поезде, взрывам, пожарам, авариям, загрязнения окружающей среды. Тормозной путь поезда может составлять более тысячи метров. Водитель помнит, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Не перечеркивайте свою жизнь, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, своих близких. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии подарили необходимое медицинское оборудование отделению реанимации палеоативной терапии Республиканской детской больницы. Также исследователи познакомились с работой по оказанию помощи детям. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь оказывают необходимую медицинскую помощь детям с инфекционной патологией. Ранее сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии подарили отделению Республиканской детской больницы большой телевизор. Теперь малыши могут смотреть любимые мультфильмы во время проведения необходимых процедур. А сегодня сотрудники следственного привезли хирургический отсос, который позволяет удалять слизь и мокроту у юных пациентов. Сегодня нам подарили хирургический отсос. Это аппарат для удаления жидкости. В первую очередь для нас это удаление слизи, мокроты из верхних и нижних дыхательных путей. Мокроты забивают, скажем так, дыхательные пути, не позволяя ребенку дышать полноценно. А с помощью отсоса ребенок получает возможность дышать, по большому счету, да, и избежать ряда осложнений, в том числе и попадания на ИВЛ и прочее. Также сотрудники следственного комитета республики осмотрели палаты и то, как проводятся процедуры пациентам. Они поблагодарили медиков за непростую и ответственную работу – профессионализм в оказании медицинской помощи детям. Действительно, следственный комитет с большим трепетом относится к палиативному отделению республиканской детской больницы. В прошлом году мы приобрели и подарили телевизор для маленьких пациентов, потому что, когда они смотрят телевизор, они не отвлекаются на манипуляции, которые с ними проводят доктора. Естественно, детки не плачут, спокойно на все реагируют. Вот сейчас мы привезли хирургический отсос, который им очень необходим. Периодически они выходят из строя и, естественно, у них появляется необходимость приобретения новых. Дети – самые сложные пациенты. И нам отрадно помогать нашим медикам. В оказании необходимой помощи отмечают сотрудники следственного комитета. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5. В горах до 5 градусов мороза, а днем до 18 тепла. И местами 5-10 выше нуля. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1,3, а днем 15-17 градусов тепла. Сынок, дай мне две тысячи, я куплю себе две вещи. Мама, на тебе две тысячи и купи себе две вещи. Папа, мне дай две тысячи, тоже хочется две вещи. Доча, на тебе две тысячи и себе купи две вещи. Милый. 5-8-5 золотой. Две вещи за две тысячи. Палундра. Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу. Только до 27-го недея в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Продолжаем выпуск. Мир. Искусство. Детям. В картинной галерее Черкеска открылась выставка творческих работ учащихся детских художественных школ с ограниченными возможностями здоровья. Искусство глазами детей и какую роль оно играет в их жизни, узнавала Альбина Ламкова. «Кот и мышка» – это название картины юной художницы Вероники Роменской. Ей 12 лет. Она из «Торожевой-2». Учится в художественной школе «Орфей». Девочка не только рисует, но и обучается игре на фортепианом. В будущем свою профессию связывает с искусством. Изображённый на полотне кот с пламенно-оранжевыми глазами не потому, что он замышляет что-то нехорошее. Всё просто, объясняет Вероника. Можно сказать, выразительность кота. Да, подказывает. Так что тут показана мышка серая на хвосте его. Можно сказать, показывает, что он добродушен и не хочет её там съедать. Это состояние твоей души или хочешь, чтобы мир такой был добрый? Ну да, хочу, чтобы мир такой добрый, не было никаких там убийств. Кот не будет есть мышку. А вот рыбкой полакомиться, поделилась Вероника. Наверное, будет, потому что уже толка нет, как бы её сохранять. Мы же когда-то живая сейчас. Вероника приехала на выставку с мамой. Дома она во всём помогает родителям и слушает их. Смотрит за младшими братьями. Старается быть для них хорошим примером. А с миром искусства её знакомит учитель по художественному мастерству. Как ты учительницу зовут? Кравченко Ольга Геннадьевна. Она очень хорошая, добрая, хорошо рассказывает, как наложить красивую шерсть. К примеру, тени очень хорошо показывают. Если что, если у меня что-то там не получается, то она очень хорошо помогает. Мне показывают, при этом же показывая, как в будущем так делать. Мне очень нравится так мазками, знаете, так стресс убирает. Дети, живущие с мечтой о красоте, добре и радости – всё это фантазия авторов представленных работ. В нашей выставке принимают участие учащиеся художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. Дети, которые имеют ограничения по здоровью. Но они обучаются у нас, несмотря на все сложности, несмотря на то, что многим приходится ходить 4 раза в неделю. Они прекрасно справляются со всеми программными заданиями и активно работают творчески. Выставка у нас проходит по целевой программе. И мы благодарим Министерство культуры Карачаева-Черкесии, Министерство культуры России за поддержку. На выставке 32 работы на свободную тему. Юные художники были отмечены грамотами. Это настоящая творческая радость, так как их композиции востребованы, а творчество не остаётся незамеченным. Альбина Ламкова, Расул Бердеев и Вести Карачаева-Черкесия. Разгадать тайну пирата можно в Кисловодском цирке на театрализованном цирковом шоу до 27 ноября включительно. Артисты исполняют трюки, вошедшие в книгу рекордов Гиннеса. О волшебном спектакле расскажет Светлана Шаганова. Волшебной книге сказочника и скрывается тайна пирата. Но чтобы её разгадать, нужно прочесть необыкновенную книгу. Внучка писателя увлечена гаджетами и читать не любит, но обожает веселиться и попадает в компанию пиратов. Так начинается захватывающее и поучительное морское приключение. Новая цирковая программа – это не просто шоу, это спектакль-сказка, в котором животные наравне с заслуженными артистами России выполняют сложные трюки. Номер «Медведь-канатоходец» входит в книгу рекордов Гиннеса. Любой трюк с медведем на высоком канате не имеет аналогов. Больше ни одного такого номера вы вообще в цирке, в мировом, не увидите. Все цирковые номера поражают своим великолепием и мастерством артистов. Человек идёт по канату и чеканит мяч. Этот номер тоже занесён в книгу рекордов Гиннеса. И подобного не исполнял никто. Благодаря режиссёрскому решению на манеже меняются декорации, и зрители невольно путешествуют и попадают то на палубу корабля, то на тропический остров. И вот мы в джунглях. Неожиданная встреча с таинственными обитателями – крокодилами и питонами. Здесь и забавные обезьяны-папуасы. Собаки-акробаты. Грациозные кошки-артистки. Они же – эквилибристки и гимнастки. А вот и амазонки на резвых лошадях. Бесстрашные наездницы под руководством заслуженной артистки России Валентины Кульковой на высокой скорости демонстрируют настоящие чудеса джигитовки. Яркое представление погружает всех в мир морских странствий и приключений. Герои спектакля вместе с командой отважных моряков побеждают коварных пиратов, разгадывают тайну и возвращают похищенную внучку писателя-сказочника. В цирке «Аншлаг» бурные аплодисменты от сказочного спектакля и увлекательного морского приключения. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, из Кисловодска. В Дамбайе появится канатная дорога к самой высокой смотровой площадке курорта. В курортном поселке ведутся работы по строительству пятой очереди канатной дороги на склоне горы Муса-Ачитара, которая будет поднимать туристов на высоту в 3 012 метров. Подъемник будет оснащен шестиместными креслами, изготовленными по современным стандартам. Отметим, что сейчас в Дамбайе для туристов работают 8 канатных дорог и 12 современных горнолыжных трасс разной категории сложности. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Баренцево море». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова